Эта история произошла в поселке Целинный Алтайского края. Один мальчик пошел в школу и все было хорошо. В третьем классе у него поменялась учитель и мать отказалась сдавать деньги на нужды класса. Мальчик впал в немилость. Дети стали его травить, что семья бедная. Учитель отмахивалась и не пыталась создать дружелюбную атмосферу в классе. Мальчик сопротивлялся и защищался как мог, когда его били. Учительница с директором написали характеристику и отправили ребенка в психиатрическую клинику. Там он находился 26 дней и встретил свой 11 день рождения. Мальчик получил всю гамму лечения Дугала Передола. Мы поговорили с ним. Выводы за вами. Тебя расстраивали в предыдущей двойке? Ну да. А у других ребят было столько двоек? Нет. Остальные были любимчиками. А как думаешь, почему она тебе столько двоек ставила? Ну, потому что было каждый раз на чтение, например. Ну, тянул руку, что стих рассказывают. Там читать. Она, отстань, Костя, у меня еще много других детей. А ты в классе дружил с кем-нибудь? Ну, только с одним мальчиком. А сейчас вы общаетесь? Общаемся. А, с остальными ребятами как отношения складывались? Очень плохо. Как это проявлялось? Ну, например, там было девчонки с одним мальчиком играли. Его зовут Никита был так. Ну, девочки спрятались в туалете. Ну, Никита дверь сломала, но меня все сводил. Сказала, что ты сломал? Да. И что потом было? Ну, потом ничего не было. Ну, просто учительница. Ну, что-то там сказала, Костя, зачем ты там дверь сломал? А дальше что говорила, я не помню уже. Не ругалась на тебя? Ну, да. А еще какие-то были ситуации? Было такое, что тебя ребята как-то, не знаю, как-то к тебе нехорошо относились. Ну, было там. Одна моя одноклассница, Вика Сафронова, постоянно на входе в класс меня вот так вот встречала и говорила, да чтоб ты сдох, да чтоб ты сдох. Каждый день так было. А ты ей что отвечала? Я говорила, да иди ты. Слушай, а сейчас ты не скучаешь по одноклассникам? Нет. А если тебе мама скажет, пойдем обратно в класс, как ты отреагируешь? Ну, нормально, просто, просто вернусь и и что? Костя, ты придумала, кем ты хочешь знать, когда вырастешь? Сварщиком. Почему сварщиком? Туда не нужна лицензия. Какая лицензия? Такой рациональный подход. Какая лицензия? Ну, из школы-то что, сваривать можно там, нельзя. А, учиться в смысле не надо? Ну да, учиться не надо на сварщиках. Просто свариваешь сваркой и все. А ты уже умеешь сваривать? Я тебя папа еще научил. А у нас даже сварки нету. А ты видел просто, как дяденьки другие сваривают и тебе понравилось? Да у меня вот был друг, у него, у него, у его отца есть сварка. Вот он сваривал железо себе на грузовик, вот с таким вот большим баком. А ты видела, тебе понравилось? Да. А тебе понравилось, как искорки там летят? Ну, еще вот у нас сосед, у него тоже есть эта сварка. Видел просто, как сваривают. А тебе понравилось? Ну да. Да. Да и пробовал у друга даже сваривать. Сам пробовал? Да. А как ты эту штуковину-то взял? По присмотрам. Получилось? Ну да, там перчатка специальная какая-то. И маска такая? Да. Не страшно? А чем ты любишь заниматься в свободное время? Ну, играть там, летом на велике кататься, например, с друзьями на речку ходить. Вон у нас речка и скалы у меня. Там подбородок. А сколько у тебя друзей вообще? Ну, и немало, и много. А лучший друг есть? Есть. Как его зовут? Ну, его зовут Тимофей Медлицкий. У тебя спрашивала врач, помнишь, ты в клинике жил три недели? Нет, не я. В больничке, убийстве? 26 дней. Ты прям считал? Или мама тебе сказала? Мама сказала. Нет, я его отмечал. А, или ты отмечал летом? Да, я календарик там делал. Зачеркивала каждый день? Да. А как проходило там у тебя лечение? Чем ты занимался? Ну, мы там смотрели телик, нам психотропные уколы ставили, ну, от которых шею сильно тянет. А как ты себя чувствовала там? У тебя было там как-то, может, по маме скучал? Скучал. А там тебе в клинике вообще как жилось? С другими ребятами общался? Ну, да. Нашел тебе там знакомых новых? Да. У тебя там были какие-то кружки, чем-то занимались? Ну, там приходил педагог, мы занимались там русским, математикой, чтением. И там у меня одни пятерки были. Угу. А сколько вообще ребят у тебя было в комнате с тобой? Трое. Кормили вкусно? Ну, не очень. А что не очень было? Каши? Ну, нет. Там давали иногда кашу мамню, но она мне нравится. Ну, а вот рыбу. Ты отказывался от еды, когда ты рыб предусели или все равно приходилось есть? Ну, от рыбы отказывался. Ну, там давали иногда рыбу с толчаной картошкой. Угу. Картошку ел, рыбу оставлял? Ну, там спрашивают повара, кому ложить рыбу, а кому нет. Угу. Ну, ты что говорила? Постоянно говорила, нет, мне не ложат рыбу. Не голодал там? Мотал тебе еды? Нет. Мама привозил? Там пять раз кормили за один. Пять раз в день? Как ты щеки-то там не наел? Таким. Понятно. Хорошо. А врач ты с тобой как общался? Яна Николаевич? Ну, я его почти даже не видел. Я его пять раз видел за одну неделю еще. А потом кто к тебе приходил? Ну, мама только приходила еще. Ну, а врачи какие-нибудь медсестры? Ну, медсестры каждый день съездили там. Ну, что они с вами делали? Уколы стоят? Угу. Да нет. Вот там две игровых было. В одной телевизор без игрушек, во второй игрушки. Угу. А по телеку что показывали? Ну, там карусель, Дисней, СТС, там три. А, слушай, а если тебе придется еще раз поехать в больницу? Согласишься? Почему? Ну, потому что там каждый раз, ну, две недели там уколы вот эти вот психотропные ставят. Угу. Больют? Очень. Когда особенно шею тянут. Вот уколы ставят, тут не больно. Вот. После них? После них, через две-три минуты, ну, шею начинает тянуть и отправляет в палату. Но он неведомый человек, он сильная личность, да? Как это вот? Что он против всего, да? Нет, нет. Он против всех. Он один против всех может, понимаете. Он не... У него есть своя вот такая позиция. Он ее отстаивает, да? Он очень упертый. Очень, да. Очень. У него есть свое мнение. Очень сложно его переубедить в чем-то, навязать ему какую-то точку зрения. Очень сложно. То есть у него есть такая вот, ну, с одной стороны... Это его характерные просто черты, да? Да, это характерные черты. Это не говорит о каких-то отклонениях. Угу. На сегодня мама мальчика собирает средства на независимую психиатрическую экспертизу. Вы можете помочь, перечислив деньги на следующие реквизиты. Спасибо за внимание.